Выпустить себя на свободу, в моём понимании, означает перестать себе врать, перестать проживать чью-то жизнь, которую ты себе придумал, но не в лучшем плане. То есть мы считаем опять мыслями, стереотипами, ну если я родила, или если я там, неважно, если мне уже столько лет, или если там ещё чего-то, если я вышла замуж, то всё. И вот здесь человек начинает превращаться в страдание, в кусок страдания. Я напоминаю вам о том, что абсолютно не имеет значения, по какому поводу вы страдаете. Если вы страдаете, вы излучаете негативную, вот эту низкую вибрацию. И это страдание буквальным образом, как в подводной лодке, очень нравится мне этот пример, все шлюзы опускаются. То есть к вам счастье, богатство, вот всё, что идёт со знаком плюс, удовольствие. А удовольствие мы получаем от денег, от возможностей, которые они перед нами открывают, от любви, от классных отношений. У нас шлюзы перекрыты, потому что мы по какому-то поводу страдаем. А страдаем и притягиваем то в свою жизнь, что нам ещё больше подтопляет нашу лодку, понимаете. Мы всё подтапливаем её, подтапливаем её, подтапливаем, и начинаем в этом страдании жить, потихонечку ненавидя других людей, и не веря, собственно, в то, что может быть как-то иначе. И это всего лишь трактовка, наша личная трактовка мира. Потому что все люди живут в мире в одном, кто-то в нём преуспевает, а кто-то нет. И разница только в том, что мы просто выбираем. Кто-то выбирает путь своего развития, кто-то выбирает путь того, что я хочу что-то в себе открыть, я хочу научиться по-другому, я хочу понять, что со мной не так, а кто-то выбирает ничего, нельзя изменить, я буду таким, я буду дохнуть и умирать, и у меня ничего не получится. И вот это уже как бы абсолютно наша с вами, ну скажем так, осознанная или неосознанная позиция, я не знаю, у большинства людей она неосознанная. Неосознанная это означает, что человек думает, что по-другому нельзя. Вот если выбора нет, если вы в любой какой-то ситуации оказываетесь, и вы считаете, что у вас нет выбора, то это как раз ваш момент неосознанности. Потому что выбор есть абсолютно всегда. И когда вы ставите себя на первое место, когда вы начинаете с того, что чего хочу я, какой я вижу свою жизнь, тогда вам начинает становиться понятно, а что нужно делать дальше. Потому что самая глобальная проблема, за которой я наблюдаю, это то, что люди боятся понять и чётко признаться, чего они хотят.